приветствую друзья у меня сегодня шестой день игры нет вру седьмой уже до седьмой где мне нужно каждый день выходить в эфир неважно где себя застану в каком виде вот и на самом деле недавно только проснулась вот и первым что решила сделать это испечь чаю и выйти в эфир лицо еще такое пуши а блин переспала сегодня и сегодня 1 апреля кстати поздравляю вас с праздничком смешным нету тема у меня сегодня как обычно так что либо вы ее сами задавайте либо у меня есть такой вариант прочитать какую-нибудь свою статью вы не пишите какое-нибудь слово ключевое любое на любую тему я сбиваю читаю еще могу вам предложить мне надо хотя бы 15 минут побыть здесь с вами то приветики приветики темы нет но мне главное выйти в эфир если уж есть такой шаг каждый день делать маленький шаг в исполнении каких-то моих желаний вот то надо делать хочу я этого или не хочу заставлять себя это тоже нормально вчера на игре одна женщина писала вывод дня и она написала как мне не нравится себя заставлять и жить из этого чувства мне лень было ей отвечать но хотелось сказать что надо себя заставлять ну а как еще иначе жить это неплохо и нехорошо если мы себя заставляем сделать что-то наперекор себе что отнимает у нас энергию там жизнь движуху если мы заставляем идти себя против себя до по чужим каким-то желаниям что от нас просят а мы этого не хотим конечно это минус это не очень хорошо себя заставлять делать то что ты не хочешь но когда ты себе должен своему обещанию жить развиваться то надо себя заставить если у нас есть цели там здоровое тело здоровый дух здоровый мозг чтобы ум нами не руководил ни в коем случае когда у нас есть цели чего-то достичь что принесет благо конечно же себе этом миру надо себя заставить и вот эти вот рассуждение ой я не хочу жить из чувства заставляния но не получится так иначе мы проведем в кровати с телевизором всю жизнь если мы не будем заставлять себе что-то делать ключевое слово должен о это вы про пост до час долго уже посмотрим что у меня выпадет из постов у меня выпало раз два три 4 5 6 7 8 постов моих со словом должен сейчас посмотрим что тут есть так пост про ожидания так где тут ключевой должен нет сейчас посмотрю подождите просто слова могут быть в постах а пост не про долги да с этим ключевым словом много постов но чтоб конкретно продолжим выбрать выбор и выбор без выбора давайте вот этот пост прочитаем здесь просто много встречается про это если вопросов нет ну пока вопросов нету давайте надо что-то делать в эфире сделать выбор это не обязательно что-то выбирать из пары вариантов можно выбрать не выбирать из этих вариантов и найти какой-то новый третий можно выбрать вообще не выбирать и думать бездействовать это тоже выбор но взять ответственность за наше бездействие что будет потом и принять это уже всегда понимать что выбор это то чему ты следуешь и не сворачивать даже в мыслях не думая может надо было быть по-другому сделать все выборы верные наглядно вы можете посмотреть историю изложенную фильме господин никто мальчику нужно сделать выбор с кем жить можно выбрать жить с папой можно с мамой можно вообще их не выбирать убежать от них можно выбрать оставить выбор выбирать другим об смотрите сколько выборов при любом выборе если он сделан то ты должен принять последствия если выбор был не выбирать чтобы выбрали другие то потом не винить этих других так как это все равно был твой выбор переложить ответственность и в этом выборе нет ничего плохого и хорошего как и в других других выборах в любом случае и мы проживаем во всех параллельных реальностях все варианты. В мультивселенной проживаем все выборы. Какой выбор мы осознаём здесь, сейчас, неважно, мы всё равно проживаем и скапливаем этот опыт. И разрушаем жизнь в каждом варианте, если сомневаемся в своём выборе. То есть главное, что мы должны, это принять последствия за свой выбор. Ничего не разрушает так нам жизнь, как сомнения в нашем выборе или метания между выборами, если мы уже находимся в этом выбранном варианте. Фильм «Глубокий, господин Никто», ещё раз напомню название. Уверена, мало кто понял его суть, хотя там всё так прям наглядно показано. Посмотрите, пишите об этом фильме, вообще он крутой. Так, это вот продолжено слово было. Так, что у нас тут ещё? О, можно ещё продолжение у меня есть про выбор. Выбор. Каждый момент времени мы стоим перед выбором. Пойти в одну какую-то сторону или в другую. Правильного выбора не существует. Неправильного тоже. Любой выбор всегда будет складываться в идеальные события, которые вам дают жизнь. И жизнь. Другой выбор, который вы не выбираете автоматом, становится тупиком эволюции для вас. Поэтому никогда не стоит думать, какой выбор сделать. Это неважно. Пока вы думаете в этот момент, стоя перед выбором, вы стоите, и у вас остановка, у вас застой, у вас нет движения, у вас не идёт энергия, у вас её застой, у вас проблемы. Иными словами, все наши проблемы сигналят об остановке, где мы не двигаемся, потому что не сделан выбор. Какие слова, например, помогут понять, что у вас застой, потеря энергии и выбор не сделан, а жизнь ждёт выбора. Слова такие, понаблюдайте за собой, я не знаю, ладно, я попробую, я подумаю, буду пробовать, надеюсь, получится, я надеюсь. То есть что, простите, вы надеетесь, пробовать, думать, проснитесь, что за неуверенность. Если вы не уверены, такой, я попробую, всё, считаю, у вас выбора продолжать быть в застое. Вы должны чётко, должны сделать любой выбор, неважно какой, я всё сделаю, у меня получится. Решено, сделаю, я решила. Как только вы чётко приняли решение сделать выбор, то с этой точки реальность начнёт уже подстраиваться и делать идеальную картинку мира, такую, какую вы хотите. Пока вы думаете, сомневаетесь, вы в застое в этот момент, ничего не будет меняться. Вы можете бесконечно сидеть, пробовать, не решив чётко, и с места вы не сдвинетесь. Я часто слышу в ответ, ой, как сложно перейти на другое питание, например, или следовать инструкции какой-то. Я попробую, у меня, надеюсь, получится. Всё, ребят, выбор сделан. Вы в сомнении, в сторону, что, возможно, это уже может не получиться. Даже не надейтесь. Поэтому пробуйте сколько угодно, у вас не получится, в надежде нет никакого ресурса. А если вы сказали, я намерена поменять своё питание, точка, я уверена, я смогу, выбор сделан, тогда все события завернутся так, что вы его поменяете. Сама жизнь будет вам помогать в этом выборе, в этом решении. Важный момент. Сделав выбор, вы не должны думать о несделанном. А вдруг надо было по-другому, а может быть не так, а вдруг и не тот выбор. Это значит, вы снова выпали из решения, снова в застое. То есть реальность начинает тормозиться, останавливаться в решении вашего выбора. То есть вы опять затормозили себя. Возьмите ответственность за сделанный выбор и чётко ему следуйте. Не возвращайте себя мыслями в прошлое, не сомневайтесь, не переобувайтесь. Иначе вы мешаете реальность делать лучшие варианты по вашему выбору. И снова будут проблемы какие-то, и здравствуй, и грабли. Так, это про выбор. Тут ещё уточнили. Когда тебе должны. Когда вам кто-то что-то должен, вы должны это принять и отпустить, и простить. Вам никто ничего не должен. У вас был сделан выбор отдать, допустим, свои деньги. Потому что вы сами не умеете их тратить. Потому что вы не верите в других людей, что у них есть все силы и ресурсы решить свои проблемы, которые они сами создали своими желаниями. Проходит какой-то опыт. Вы вмешались в их реальность, дав, допустим, им в долг. Они уроки свои не прошли. Естественно, вы тоже свой урок проходите. Что тратьте свою энергию на себя, а не на других разбазаривайте. И если вам должны за ваши услуги, это тоже опыт, деньги вперёд. А потом уже услуги. То есть это был ваш выбор расстаться со своей энергией. Когда вам должны вот этот канал связи, который вы держите с тем человеком, должны там не только деньги, допустим, может быть, должны помочь в какой-то услуге и так далее. Вы, находясь в этих ожиданиях, просто сливаете себе и этому человеку энергию. У вас не будет проблеска в этом. То есть простить, понять, вынести отсюда урок и в следующий раз делать по-умному. Мы не занимаем деньги. Если помогаем, то безвозмездно. Если отдаём, то уже навсегда. Неважно, что. Деньги, помощь свою какую-то. Ничего не требуйте взамен. Иначе будете всё время наступать на какие-то свои грабли. Пока не поймёте, да, что у каждого есть ресурсы решить свои проблемы самим. И у каждого есть желание быть в этих проблемах. Каждый создаёт эти проблемы для себя сам. И если кто-то там просит помощи, вы должны её дать безвозмездно. Либо на каких-то условиях, но не ожидать от этих условий, что они непременно взамен именно от этого человека возвратятся. Когда у меня просят в долг, кстати, мне перестали просить в долг уже лет 2014-го, лет 10 уже точно. Раньше всегда просили в долг, и я всем должна была, по моим ощущениям, дать в долг. Мне было стыдно отказать, потому что я сама, видать, не знала, куда девать деньги или те ресурсы, которые у меня просят. Во-вторых, я не умела говорить «нет». И это для меня был огромный опыт научиться выстраивать свои границы, говорить «нет», говорить то, что я хочу, что я чувствую, что если я действительно не знаю, куда на себя тратить, я на себя зажимаю, считаю каждую копейку, то всегда придут люди и заберут у нас эти деньги, которые мы не хотим тратить, или те ресурсы, которые мы не хотим тратить. Не знаю, 15 минут прошло или нет. Могу и подольше с вами побыть, если будут вопросы, потому что всё, пост я прочитала, ответ дала. Если что-то будете задавать, давайте, если нет, то я буду уходить. У меня по моей игре ещё 29 желаний, это первое желание, вернее, первый шаг, который я сегодня сделала. До ночи буду заставлять себя делать работу, но она мне нравится, и я себя за это хвалю. Мужчина обещает, что не будет пить и снова выпивает. Ну, во-первых, никогда не берите обещания, не верьте никогда словам, хватит жить в иллюзии слов. Наблюдайте только за делами. Не надо слушать то, что вам говорят, потому что вы всегда будете себя обманывать. Просите человека, не давай мне пустых обещаний, да, не надо мне обещать. Если вас не устраивает жизнь, вы можете её поменять, заменив этого человека на другого. Это жёстко, да. Либо принять ту ситуацию, как есть, и, сделав выбор, жить с этим человеком без претензий. Пускай и пьёт. Меня, например, это не устроило бы, я бы ушла. Но кому-то неприемлемо уходить, там дети, семья, страх быть одной, внутреннее одиночество страшит. Вот, то, ну, придётся тогда смириться с выбором другого человека. Либо уйти, начать новую жизнь. Ну, тут два варианта. Но в любом случае, остаётесь вы или уходите, вы должны себе понять, о чём сигналит этот мир вам. Когда человек пьёт, у него есть на это причины. Подумайте, по каким причинам пьёт мужчина, да, и по каким причинам пьют люди, по каким причинам вы могли бы выпивать. Это может быть что угодно. И причин много. Например, уйти от проблем, забыться. Либо это искусственная радость, потому что по-другому радоваться человек не может. Это искусственный отдых, потому что он не знает, как отдыхать и телом, и мозгами. Когда человек пьёт, он может получить искусственную силу, что ему море по колено, его ничего не волнует, ему становится хорошо. Это времяпровождение искусственное, да, когда он не знает, чем занять себя, не знает, как жить. Это заполнение пустоты. И вот все вот эти вот выписанные списки причин есть внутри вас. И вот вам надо с этим поработать. Чем я заменяю своё свободное время? То есть он вам просто показывает те мысли, шаблоны, программы, по которым вы сами живёте, но вы их в себе не видите. Поэтому вы создаёте в своей реальности такого человека, который вам показывает, пытается из вас вот эти все чувства замены, подмены, иллюзии вытащить, чтобы вы на это обратили внимание. То есть он вас таким образом учит. Значит, если вы проработаете это в себе, если вы вытащите эти шаблоны мышления, конечно, это ваше, это не его, это ваше, то реальность поменяется. Получится так, что вы будете уже жить с новым мужчиной, не пьющим, и у вас всё будет хорошо, либо он изменится. Не ждите конкретного ничего. Мы не знаем, как реальность будет разворачиваться. Но итог проработки в себе вот этих вот проблем изменит вашу жизнь в ту сторону, где вы будете счастливы и свободны, и спокойны. А как эта реальность будет отражать вашу свободу, спокойность, радость, мы не знаем. То есть за миром мы наблюдаем нейтрально, отрешённо. Это лишь иллюзия наша, это лишь отражение нас. Мы воплощены в материю, во всю, которая у нас есть во всех людях, и мы просто изучаем себя таким образом, растём, трансформируемся, выходим на новые какие-то там уровни, можно по-разному это сказать. Но весь смысл в том, что реальность отражает нам наши точки роста, куда нам нужно обратить внимание. Если, опять вернусь, мужчина пьёт, мужчина — это ваша мужская энергия делать, мужская творить, то вы делаете ровно то же самое какими-то другими путями то, что делает мужчина с выпивкой. То есть это искусственная подмена многих чувств, заполнение пустоты, убрать нерешительность, радоваться. То есть вы не умеете радоваться, вы не умеете по-настоящему радоваться, да, вы ищете искусственную какую-то радость, что вот новое платье меня порадует, вот новый мужчина меня порадует, вот меня там дети порадуют, вот меня мама порадует, вот меня работа порадует, вот меня деньги порадуют. То есть всю внешнюю мишуру, искусственную радость, заменили, вернее, этим заменили настоящую. Ту радость от созидания творчества, от того, что вы просто есть, от того, что вы можете, от того, что вы живёте, от того, что вы дышите, от того, что вокруг вас прекрасный мир, что вы его создаёте. Вы вот эту радость, осознание вашей жизни заменили за внешней гонкой. И научиться любить себя таким, какой я есть, радоваться от того, какой я есть, от того, что я делаю. Мы это, к сожалению, не знаю, знаем, но не умеем, не практикуем. Нас не учили с детства жить, нас учили с детства умирать, делать всё, лишь бы наша жизнь закончилась. Почему мы умираем? Потому что у нас программы в голове, заложенные на смерть. И вот все вот эти наши шаги, которые мы делаем, они все по этой программе туда нас ведут. И надо пересмотреть наш жизненный путь, куда мы шагаем, что мы делаем, как мы относимся к себе. Критикуем мы себя, хвалим, радуемся мы своим действиям, движением кем-то, то, что мы созидаем или нет. Или мы убиваем себе и в других людях критикой, самокопанием, чем угодно. Тут можно перечислять бесконечно этих слов. Мы просто не даём себе нормально жить. Нам надо убивать в друг дружке движуху, проявление. Ты делаешь это не так, тебе вот это сделать нельзя, да ты не то делаешь. Мы всегда фокусом внимания на других. Мы замечаем ошибки и недостатки других, никогда не смотрим на себя. Нам нужно обязательно всех покритиковать, выйти в сторисы, в комментарии на ютюбе, в тиктоке, в инстаграме. И каждому написать злобный коммент, что ты неправильно говоришь, что ты плохо выглядишь, что у тебя орфография хреновая, учи русский язык. Или ты там, какие ещё бывают комментарии, не так говоришь, не так выглядишь, волосы не те, прическа фу, губы опять накачала. То есть мы всё время пытаемся у всех задавить любые проявления людей. Понятно, что у людей кривые проявления. Никто не родился гениальным человеком со знанием своего языка на супер 10 баллов. Никто не родился супер уже шикарным и красивым. Мы растём и делаем из себя лучшие. Никто не родился сразу суперумным. Каждый делает шаги, пускай крявые. Но надо вдохновлять людей делать дальше шаги, дальше развиваться, дальше меняться. Но мы всё делаем для того, чтобы убить и в себе, и в других, хоть какие-то движения, где что-то делать. Каждый стесняется выходить в эфиры, хотя очень хочет себя показать, потому что желание быть близко к социуму — это нормальное желание, фундаментальное желание. По пирамиде масло всё забываю. Чувство безопасности, чувство нужности в социуме — это базовые наши потребности. Но мы боимся, вдруг нас раскритикуют. А мы сами так делаем, мы всегда всех критикуем. Муж бухает, раскритиковали. Но он учитель наш, который пришёл в нашу жизнь, которого надо поблагодарить за то, что он пришёл показать мне, где мне нужно расти. Он меня показывает. Ни меньше, ни больше. Поблагодарите. Дальше делайте выбор сами, жить вам с ним или не жить. Но весь смысл даже не в самом решении, что с ним делать. Критика, то, что вы его критикуете и давите на него. Что, вот, ты же мне пообещал. Это ваше эго играет. Она не поможет. Поможет только разбирательство в самом себе, да, что мне показывает мой муж пьющий. Вот, это единственное, что вам может помочь. Стать счастливым, творить ту реальность, в которой вам приятно находиться, в той реальности, которая вам нравится. Но только когда вы внутри вот это всё прорабатываете, чувствуете, видите, принимаете так, как есть. Да, я такая. Я гонюсь за искусственными желаниями. И начинать отслеживать. Начинать отслеживать каждый день себя, находясь здесь сейчас. Только в этом моменте, сейчас вы можете понимать, да, что творится вокруг вас. А почему я об этом думаю? Почему я гонюсь вот за этим? Что там стоит, допустим, за этим желанием? Какие чувства я хочу испытывать? Почему бы мне их сейчас не дать? А как я их могу себе дать? То есть находитесь в настоящем моменте, делайте какие-то шаги, проживайте вот этот миг. Его уже больше не будет. Он единственный. Он уходит, на него приходит другой. Но мы вот эту жизнь всё упускаем. Мимо просто проходит. Потому что нам нужно переделать всех других вокруг. Себя переделывать времени нет. Потому что надо каждого просто вокруг ткнуть носом и переделать. Какой ты ай-яй-яй. Я лично только благодарю. Я тоже взбалмошная такая, вся критикующая. Но я себя всё время вижу, останавливаю. Тут же благодарю. Критика тоже в пользу, помогает вытащить точки роста. То есть я покритиковала. Недовольная. Опять ты живёшь свою химию. Опять ты своё тело убиваешь. Боже мой, ну сколько можно? Опять ты пьёшь там. И тут же, вытащив это наружу, проговорив, для меня это плюс. Я понимаю, что я сама себе сказала. То, что опять я не слежу за своим телом. Опять я ухожу в какие-то иллюзии. Опять я... Надо переключиться в момент сейчас. Опять я ухожу фокусом внимания. Опять я придаю важность внешнему миру. Опять я бесцениваю внутренний. То есть критика — это тоже хорошо. Нет ни плохого, ни хорошего в нашей жизни. Есть всё, что мы просто умеем, либо не умеем использовать. На самом деле всё использовать в плюс мы можем все. Даже думать об этом не надо, как это использовать. В плюс созидание, любое чувство, любое слово, всё, что хотим. Но мы это не используем, потому что мы не находимся в моменте. Мы не видим, что мы делаем. Мы действуем по программе бездумно. И прежде чем научаться там что-то использовать себе в плюс, каждое чувство, нам просто нужно научиться ещё здесь сейчас находиться, наблюдать за собой. Безмятежно, даже без мыслей. Какое-то время кому-то долгое, кому-то короткое. Уйти от мыслей прошлого и будущего каждый день просто безмолвно, не уходя в размышления, просто наблюдать за собой. Без оценки, без понимания, хорошо это или плохо. Как бы находиться во внутреннем теле. Наше тело, физическое, внешнее, это просто наша видимая оболочка, но мы ей не являемся. Наблюдаем внутри, как бы сверху на себя или изнутри на себя, как хотим. И вот попробуйте там, я не знаю, неделю провести в таком состоянии наблюдения бесконечного. Вы просто не представляете, как ваша жизнь начинает меняться. Как же это сложно? Это слишком сложно и это слишком просто. Вот прям очень просто. Программа сразу включается. Это сложно. Сложно просто, одно и то же. Дуальности программы одного целого. Всё сложное состоит из простых шагов. Первый шаг — написать себе баннер, что живу здесь сейчас, просто я сейчас. И понаблюдать вокруг, что я вижу. Я вижу стол, окей. Ну, наблюдать, какой он, не оценивая его. Вот просто стол. Это такие маленькие упражнения. Да, мы часто выпадаем. А нас люди вокруг, всеми этими пьянствами, всеми этими неправильными поведениями, просто пытаются возвратить в момент сейчас. Каждый человек. Так. Всё, ребят, я пошла. У меня список большой. Мне надо сейчас пост придумать, написать, выложить один из шагов. Потом буду думать, какой следующий шаг. Не буду думать, вот кроме шага сейчас, ни о чём. Вот следующий мой шаг сейчас, вот прямо сейчас я закрываю, иду писать пост. Дальше подумаю, как мне дальше жить. Всё, пока. Я рада, что вы были со мной. Эфир, как обычно, я сохраню. Мне же надо показывать и пересматривать, как они молодец. Вот. Всех обнимаю, целую. Пока-пока. Не бойтесь ничего, ребят. Пробуйте, пробуйте. Каждый шажочек, неважно, как бы он ни получился, ведёт вас к росту. Мы, маленькие дети, как бы родились, мы ничего не умели. Но благодаря тому, что у нас ещё пока голова не была наводнена опытом страшным, не было в голове куча программ, которые мы себе навязали в течение жизни. Мы просто пробовали. Мы падали, вставали, снова пробовали ходить. Опять падали, вставали, пробовали ходить, пытались там держаться. Кто-то нам помогал иногда. Просто подержать за ручку морально, да, родители. Но мы в итоге научились ходить. Вы так всему научитесь, если вы будете не оценивая, правильно вы упали, правильно вы встали, правильно ли вы сделали шаг. То есть ребёнок, да, он не оценивает, как он шагает. Он бездумно встал по дивану, опять с волос, опять встал. У него нет вот этих вот мыслей, что всё, у меня не получается. Я сейчас упаду и всю жизнь буду в страхе лежать, как инвалид, не научившись ходить. Нет, он же так не делает. Вот вы точно так же должны к жизни относиться. Каждый ваш шаг безоценочный. Вот это вот и есть нахождение здесь, сейчас. Что я сейчас делаю? Я делаю шаг. Опять я делаю шаг. И он даже не думает, будет он ходить или нет. Его даже не заботит конечная цель. Он не представляет себя взрослым ходячим человеком. Я себя очень хорошо в детстве помню, и помню даже свои шаги, когда я пробовала. Почему я так об этом сейчас говорю? Я помню, как я учила слова, как пробовала держать ложку. У меня эти воспоминания очень яркие. Как я делаю какие-то шаги, как я падала. Мне было не больно. Я не обращала внимания на эту боль. Может быть, и была боль. Но мой мозг на этом не концентрировался, поэтому я её не чувствовала. Либо она быстро проходила. Я всегда была в моменте, когда я была ребёнком. И вы были в моменте, когда были детьми. Но сейчас, когда вы всё время думаете, научусь я ходить или нет. А как же правильно сделать шаг? А вдруг вот я сейчас встану, и это будет неправильно. И так и сидите на одном месте, понимаете? Вот, всё. Теперь прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...